Всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Записывает уже. Да, да, да. Все, пошла импровизация. Я просто не вижу, что эта штука мигает. Красная лампочка. А вон красная лампочка горит. Добрый день! Вы на канале Спортивный Дед. Как и обещал, ребята, это видео будет о периодическом голодании. С человеком, который уже на периодическом голодании сколько? Четвертый год уже идет у меня. Знакомьтесь, Алексей Шведов. Здравствуйте! С Богом! Да, да, да. Леша, как ты пришел к периодическому голоданию? Что тебя подтолкнуло? Да, все началось на самом деле банально. Это YouTube-канал. Началось все с того, что я обозревал западных фитнес-инструкторов. Тех же самых близнецов, которых я сегодня уже упоминал. И на этом основан был мой интерес к периодическому голоданию. Но когда я сам уже посетил Европу и начал общаться с ними вживую, не именно с близнецами, а с западными фитнес-инструкторами, то они уже как бы внушили мне направление, что это надо изучать, что это в перспективе будет приносить пользу и здоровье. Как бы, ну опять же, началось все с того же самого YouTube-канала. Сам никогда не был фитнес-инструктором? Нет, нет, сам я не был фитнес-инструктором. Я был лесорубом, и мы являемся. Я есть строитель, я есть массажист. Немного в диетологии вот разбираюсь, но фитнес-инструктором не был. Смотрите, какой лесоруб, да? Никто, кстати, не верит, что лесоруба. Да, да, да. Ты будешь же на мажора похож. Что, милочки с ним, я не буду похож. Нет, 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 просто. Нет, так я на монгола буду похож. А сколько лет получается ты на периодическом голодании? Ну, полгода у меня ушло где-то на изучение этой информации. И осознание того, что надо мне это попробовать, не надо. Стоит ли ставить на себе эксперимент или нет. И три полных года я практикую периодическое голодание. Конечно, это вначале были срывы. Хотя срывами это нельзя называть. Периодическое голодание – это не что-то такое строгое, где нет срывов. То есть, скажем, это было не строгое голодание. Об этом мы о срывах и не срывах поговорим дальше. Основные принципы. Вообще, на ПГ есть какие-то принципы, которых нужно придерживаться? То есть, это получается придерживание пищевого окна, что мы кушаем там 8, 6, 4, 2-часовое окно. Остальное время мы голодаем на 0 килокалорий. Это ограничивание вредных продуктов. В принципе, как любое правильное питание, мы стараемся выбирать те продукты, которые нам приносят больше пользы, нежели какой-то нейтрального, либо плохого эффекта. Тренировки натощак, ходьба, увеличение физической активности любыми способами. То есть, ну, это будут такие основные. Скажи мне, самые распространенные схемы ПГ? Ну, по часам, по дням. Тоже вот такой вот вопрос, самые распространенные схемы. Мы начинаем говорить о ПГ, как о какой-то закономерности. Вот ты должен строго есть там в 12 и выжинать в 8. На самом деле, это очень гибкая схема. Но если брать самые распространенные, это 16-часовое окно голода, 8-часовой промежуток на прием пищи. Куда в 1, 2, 3 приема, 4, 5, как угодно уже вставляете. Потом 16 на 8, я сказал, 18 на 6, 20 на 4. Либо мы уходим уже 23 на 1, когда мы 23 часа голодаем, один прием пищи делаем в вечернее время. Либо мы уже уходим на 24, 48, 72 часа голода, не сухого. И потом уже постепенно открываемся и начинаем свою прежнюю жизнь. Интересное слово. Как вас называть-то? Инсекти периодического голодания. Куда я вступил? Открываемся. Открываемся. Не ем, а открываемся. Тут надо понимать, потому что, когда вы проголодали, допустим, 24 и более часов голода, если вы, как обычный, не знаю, среднестатистический человек, начнете там сразу после голода закидывать в себя пеленени, мороженое, десерты, там еще и компот с салатом на майонезе каком-нибудь. Ну, ваш ЖКТ, он просто скажет, типа, а что за бомба, что происходит? Ну, и это начнется в обратный эффект уже поздно. Гости бегают красиво. Да, собачка. Тоже, тоже, кстати, я их хочу. А, кстати, и животные постоянно, вот, не знаю, маякспиридистскими голоданиями. Это же, у нас, мне кажется, от животных. Особенно, когда их забыл покормить, да? Они еще больше голодают. БЖУ пищевого окна, вообще оно есть или нет? Если мы придерживаемся конкретных целей, мы хотим похудеть, либо мы хотим набрать мышечную массу на периодическом голодании, да, мы используем какие-то определенные БЖУ. Допустим, это будет у нас 50 и более процентов калорий поступать из жиров, минимальное количество из белков 20-30 и еще меньше из углеводов 10-15-20. Но суть будет в том, что мы придерживаемся определенной калорийности, в принципе, как и любые люди, преследующие правильное питание. Да осталось тут вообще ничего. Осталось тут ничего, совершенно. Вообще, нужно ли готовиться к периодическому голоданию? Например, как-то подготовить себя там, я дневник там подержусь на диете. То есть сегодня я съел три торта, так в понедельник я начинаю периодическое голодание. Да, да, как с понедельника. В субботу я уже съел два торта, в воскресенье один, а с понедельника в бой. Да нет, на самом деле, готовиться особо к этому не нужно. Единственное, если есть какие-то медицинские противопогазания, если вы наблюдаетесь уже непосредственно у врача, то к этому делу лучше подходить с консультацией врача своего. Если вы без каких-то осложнений, начинаем смело, практикуем. Выход из периодического голодания, которые более суток вообще как-то лайтовые нужно начинать или все равно. Более суток именно. А вот на самом деле разницы нет. Вот более суток, либо это 16 часов голода. Даже если и трое суток. Даже если трое суток, выход у нас будет одинаковый. Мы открываемся. Окей, если это 16 часов, мы можем открыться каким-то фруктом и чем-то жирным, чтобы у нас всплеск инсулина сразу не был высокий. То есть открылись фруктом, допустим, сыром, немножко поели. Все, через полчаса у нас уже идет основной такой прием пищи нормальный. Если это 24 и более часов голодания, то мы открываемся какой-нибудь костной рыбой на пару, чем-нибудь таким, что не будет раздражать нас желудок, что он сможет легко принять. Открылись рыбкой, все, покушали. Желудок понял, что начал работать. Полчаса проходит минимум. Ну, мы начинаем уже вкидывать пельмени. Не как я начинаю первый период пищи, вот сейчас даже на периодическом голодании это с пяти яиц. Примут завтрак, а ты? Ну, на самом деле надо более щеляще повторить в желудке, после того, как он долгое время не употреблял себя ничего. Понятно. Короче, не пересматривать я буду свое. И совершенствовать. Да, да, да. Зададут такой вопрос. Мы им не ответим. Сколько можно скинуть на периодическом голодании? Опять же возвращаемся назад. Периодическое голодание это не какая-то диета, это не закономерность. Ну, где первый вопрос будет однозначно такой. Сколько я могу похудеть, например, если я посижу месяц-два. Вопрос тебе задаю. Сколько я наберу с банки протеина? Ну, ты понимаешь, это... Так это аналогичный вопрос, но у него нельзя дать ответ. Как долго вы будете сидеть на этом питании? Станет ли это образом в вашей жизни? Какая у вас цель? Сколько вы хотите скинуть, столько вы и скинете. Главное регулярность, главное терпение. Чувство голода вообще на периодическом голодании. Я начну в самом начале есть. И как ты, если посоветуешь, как ты если есть это чувство голода, да? Люди же разные. Как это загасить это? Берешь и гасишь, как ММшники суровые, как Хабиб будет Конора гасить, блядь. Ой, я не совсем согласен. Я чё ты? Да, да, да. Не патриоты, да? Нет, почему? Я патриот, но после некоторых видео изменил я свое. Ладно, скажем так, вот как соду гасят кипятком, так же и мы будем гасить чувство голода. Да, но несомненно присутствует, если вы привыкли там в течение 20 лет с утра завтракать, обедать и перед сном, после работы нажираться, там каких-нибудь пельменей или еще какого-то фастфуда, то несомненно будет тяжело перейти к периодическому голоданию сразу. Чувство голода, оно будет пропадать в течение двух недель, когда у вас организм будет перестраиваться на использование энергии из жиров, а не с углеводов. Вот две недельки надо перетерпеть, и потом уже будет лайтово. Психологическая зависимость от голода проходит в помощь, чтобы не чувствовать чувство голода. Мы можем использовать рыбий жир, мы можем использовать какой-то кофе. А там же нет углеводов, да? Такие, у жира. Что-то я не подумал об этом. Кофе-то да, а вот рыбий жир еще. Жиры полезные, они не выбрасывают инсулин в кровь, но они притупляют чувство голода. Также и вопрос, связанный с желчью, если у вас убыток желчи. Короче, уберешь большую банку омега-3 и начинаешь, и потом ей сидишь и думаешь, вот, теперь я голодаю. Голодающий. Кстати, у меня люди часто спрашивают, как я буду голодать, если у меня вот префицит жиров в моем БЖУ идет. Ну, у них нет такого, что есть жиры полезные, не худеешь. Есть еще общие калории. Да, которые мне надо писать. Что можно пить на периодическом голодании? Водку с компотом, пиво с лимонадом, да? Главное мешать аккуратно, чтобы животу было приятно. А если серьезно мы подходим, то в период, когда у нас идет окно голода, это до 16-12 часов, в зависимости от вашего завтрака, мы можем себе позволить чай без добавок, мы можем себе позволить кофе свежесваренный, опять же, без добавок. Все, что несет в себе какую-то нулевую калорийность. Лимонады, сахарозаменители, компоты и прочую штуку, что несет в себе калории, лучше не использовать. Сахарозаменителем это нормально, да? Если нету инсулинорезистентности, то да, нормально отношусь. Если все-таки есть какие-то такие ближе к диабетическим признакам в организме, то лучше их исключать на периодическом голодании. Правильные или вредные продукты существуют при периодическом голодании? Все есть злое, все есть добро, да, так же, да, я говорю. Есть вот, выбери как-то таблетки. Есть черное, красное или какого? Красное, синее. Красное, синее, да? Убморфиуса была. А тут все, как и во всех диетологических принципах, мы склоняемся к тому, что мы берем, допустим, углеводы, это овощи, фрукты от гарниров и на периодическом голодании стараемся чуть-чуть отказываться. Белки мы поступают к нам из жировой основы, орехи, сыры, жирная рыба, а и, соответственно, весь фаскульт, все вредные, все танжиры, маргарины, мы их исключаем с рецепт. Хотя бы стараемся ограничить их в пределах своей калорийности. Вот важный момент. Их употреблять, в принципе, можно, но в рамках своей калорийности. Кому нельзя голодать? Ну, вообще-то, это маленький некорритный вопрос, да? Ты не врач, но вообще, раз ты этим очень много интересовался, вот что, как ты думаешь? Голодать можно всем. Ну, есть же ведь какие-то нарушения, например, у кого-то язвы. Есть язвы, да, окей, есть какие-то связанные с неусвоением инсулина или того же сахарной диабеты первого-второго типа. Окей, это все как-то сказывается, но у вас есть язва, вы можете голодать, но вы промежуток вашего голода будете насыщать организм жирами, теми же омегами-3, омегами-6, омегами-9. А, лонгер, да? Да, то есть, это не будет усиливлять расстановку как-то. Единственное, что вам будет, надо будет, по своим ощущениям он под присмотром врача уходит на длительное голодание, 2-3 дня и более. Ну, опять же. Ну да, это связано с желчью. Связано с желчью. Ну, опять же, желчь мы гасим любым жиром. Теперь я буду знать, я думаю, как ее эту вредную желтую субсанцию загасить, значит? Опять же, насчет желчи, она только есть у людей, но она вырабатывается из жилищного людей, у которых есть уже к этому предрасположенности типа диабета или еще что-то. у нормальных людей, когда они садятся на голодание, если у них нет никаких-то каких-то хронических заболеваний, у них не будет повышенного образа желчи. Ну, видишь, откуда каждый знает, потому что мы же идем в больницу и проверяем все это, тогда, когда кто-то конкретное тебе приезжало. Поэтому, мало кто знает, что у него и как внутри. ПГ и спортивные какие-то увлечения. Я знаю, что ты тоже занимаешься. ПГ. 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 ГП. ГП, ПГ. ПГ. На самом деле, это спортивные какие-то увлечения и ПГ это два определения, которые гружат с собой максимально классно. У вас есть окно голода, вы стараетесь в первой половине дня в это окно голода закинуть свои все физические увлечения тренажер на зал бокс кардио какие-то нагрузки. Если у вас получается сделать это в первой половине дня натощак это будет превосходно. Получается во второй половине дня сделать это тоже будет превосходно. Раньше я пробовал заниматься на голодных углубках мне тяжело было. Это психологически я сам себя настраивал. У меня сейчас нет углеводов и мне тяжело будет тренироваться. Сейчас я могу уже месяц сижу и не тренируюсь иногда на голодных углубках и как-то вношу нормально. Согласен у меня тоже в начале такое было но сейчас уже в течение двух лет стараюсь тренироваться исключительно на голодных желудок. У нас организм привыкли завтракать привыкли потом тренироваться допустим через 2 часа после приема пищи когда еда чуть-чуть усвоилась и во время тренировки организм привык калории брать энергию как раз из этих калорий может понять что ему надо жир перевести в мышцы с мышц его сжечь потом опять этот цикл повторить то есть из-за этого начинается какие-то головокружения утомления У тебя я видел где-то ты еще набирал вес причем такой неплохой сколько ты набирал ну ты же раньше тоже максимум 90 килограммов у меня получалось набирать да но дальше я уже не пошел потому что это начинались отдышки это начиналась слованность мешок короче да я тоже я тоже кстати максимально набирал это кто меня знает до 95 но это была штока это такой мамончик как есть в том анекдоте про вороны сильная но дурная вот кстати у нас у вас был вес 90 килограмм вы набирали ну стандартными допустим 5 разовыми до 5 разовыми до 8 раз я набирал до 90 ну конечно я моложе но я набирал на периодическом голодании у тебя более качественная я заходил у тебя более качественная то есть если мы касаемся набора мышечной массы на периодическом голодании это будет более качественная мышечная ткань с минимальным процентом набора жира то есть более щадящий такой вариант после которого не надо сушиться тоже определенно только сушить нелюбливую да 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 сожгет ли периодически голодание мышцы вот так вот вопрос немножко вот как уголь вот знаешь вот я когда вот первое что когда заинтересовало меня блин жалко мясо я так тяжело набираю думаю хочется жиров покопить мясо ну понятно что мясо немножко погорит и недавно я немножко по другому стал смотреть на это ну в любом случае когда человек долго находится в дефиците калорий у него не может гореть только жировая масса у него горит общий объем тела у него мышцы тоже в любом случае будут гореть будет гореть жир вопрос в вашем уже в этом плане будет вопрос в вашем ДЖУ как вы к этому подойдете насколько постепенно вы будете худеть в месяц и неделю в более короткий промежуток брать нет смысла то есть на периодическом голодании масса будет гореть в минимальном соотношении к жиру так возрастные ограничения как думаешь вообще есть нет скажем так минимальный ну максимальный то порог понятно что можно пока земли не закопаются а вот минимальный опять же ПГшка она скажем стимулирует выброс наших гормонов стимулирует их выработку то есть максимального порога верно нету даже в более зрелом возрасте это положительно влияет на организм за 20 лет мое мнение до 20 лет у мужчин и женщин выброс своих гормонов идет вполне в адекватном режиме если они придерживаются здорового образа жизни и надобность увеличения стоматропина отсутствует этот вопрос там у меня всегда ну короче мы завтра закончим да постулатами рассказать да будем тут пока дождь нас готовить самый главный вопрос вообще когда я готовлюсь секс на длительном голодании двое трое суток как во мне как вообще например получается органин всегда вот как животных это же ведь не первоначальное задержать а секс это же все уже как для ну не первоначальное для человека чтобы при голоде все мне кажется замедляется я понял знаете меня люди спрашивают гликоген восстанавливаются жировой ткани ты вроде снова бодрячок хитро уходишь так вопрос короче мне утром после трех дней голодания максимально сколько ты голодал три дня вот утром просыпаешься утром бигвам бигвам да из одеяла делает еще или нет у кого бигвам у кого шалашик да нет однозначно делается потому что с утра выработка гормонов она идет на максимальном уровне за ночь так что с ректальной дисфункцией дисфункцией все отлично все работает самое важное вот меня все это все беспокоило что вот пойду на трехдневное уже и так 44 а то мало ли счета а потом понравится а бобик не стоит и жена уйдет и потом скажет разрушил мне семью разрушил а у меня уже как бы во что в режим да и мне уже ничего не надо нет на самом деле физиологическое лечение оно только усиливается за счет увеличения гормона роста как вообще понять какой режим из этих часов лучше этот методом наверное только методом тыка пока ты не попробуешь ну да исключительно эмпирическим методом вы начинаете допустим с 17 на 8 самая распространенная схема пробуйте пробуйте держите потом раз в 10 дней включаете допустим 18 на 6 либо как я 24-48 часов голода в раз в 10 дней вы варьируете вы смотрите как отвлекается ваш комитет я получается месяц просидел на 16 на 8 сейчас решился 2 часа добавить теперь 18 на 6 сейчас с понедельника как раз видео наверное все начинаем с понедельника да 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 как начать с понедельника что кратенько что такое аутофагия ну если кратенько это процесс в нашем организме когда вот вы допустим уходите сутки голодания ваш организм начинает использовать жировые ткани как энергию вы уходите на 24-48 часов голодания и более уже не столько расходуется на энергию жировая ткань сколько зашлакованность организма используется в качестве топлива для организма соответственно этот голод он будет очищать расшлаковую детоксикацию такую производить полностью организма в принципе это и есть процесс аутофагии это ученые японские это по аутофагии да в 16 году да да в 16 году получил нагрузку премию за то что доказал процесс аутофагии то что оно действительно за счет увеличения гормона роста очищает организм от шлаков и и и и и уб�� утешаю и учусь у уч ingen у каких ограничихса защищает прод innovation доказал он получил то что год-23 это будет массовым использованием как в принципе уже в европе это массовый используется так и до рассея падает 体 через 50 лет, как обычно, как весь прогресс, но да-да-да. Вегетарианство или мясоедство, вообще, половой опыт? Вот 27 лет я был суровым таким мясоедом, тут полгода пробовал вегетарианство. Честно, и то, и то круто, опять же, к чему вы склоняетесь, каким-то щадящим к животным, да, какую-то чушь, говорю. Как эти этнические, не этнические? Этмологические? Этнические? Этнические, это когда с нацией. Да-да. А вот когда животный берегут? А, да-да, этнические, это нация. Короче, когда вы любите зверюшек и поэтому не кушаете мясо, это круто, а когда вы не кушаете мясо, чтобы быть здоровее, чтобы не использовать мертвые клетки, либо напичканные стероидами мясо, рыбу, птицу, свой организм, это еще круче. На самом деле тут, как бы, не знаю, каждому свое. Не знаю. Для меня, вегетарианство, я, наверное, конкретный мясоед. Хотя мясо сейчас не очень, но мясоед я еще тот. Но все-таки я тоже клоняюсь к тому, чтобы стейк с кровью такой прям был. Да-да-да. Вот не дожарили, конечно, не, это не мое. Я что-то побаиваюсь, это все какие-то живых там существ, которые потом будут водиться во мне. Не, не мое это. Тогда вегетарианство не будет никаких живых существ. Не-не-не-не. Будет росточки корешочки. Только мясо, только мясо. Я, короче, это, я с тобой, и вот девчонки проезжаешь, и голова у меня вот так вот. Теперь. Да-да-да-да. Поддерживаю физическую активность в области шеи. Да-да-да, я же разминаю шею. Ирина Ивановна, не ревновать. Ну так же, какой я дурной. Ладно, ребята, мне было приятно Алексею вопросы позадавать. Мы сейчас пойдем физически разомнемся. Не зря же мы сюда пришли. Вам надо будет турник показать, потому что это будет физическая разомка на турнике. А, ну просто что? Бить друг друга, гасить друг друга мы не будем. И все. Так что, с вами был Спортивный Дед и Алексей Шведов. На Алексея все ссылочки я внизу оставлю. Все его там соцсети, Инстаграм, ВКонтакте. Так что, если кому-то что-то нужно, задавайте ему уже вопросы. Я еще здесь новичок, дилетант. Всем счастливо. Всем пока. Спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok